Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа. Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Снова за партой. Для более 22 тысяч анапских школьников прозвенел первый в новом учебном году звонок. Экскурс в историю через искусство. В Анапе начала работу выставка уникальных репродукций знаменитых художников первой половины 20 века. Сегодня во всех школах Анапы прозвенел первый звонок. В новом учебном году за парты сядут более 22 тысяч анапских школьников. Около трех тысяч из них впервые. И с каждым годом набор первоклассников увеличивается. Первый день осени – не просто день знаний. Для детворы – это встреча с друзьями, знакомство со школой и учителями для первоклассников. Для взрослых – радостная встреча с детством и возможность подарить подарки. Ведь первое сентября – начало нового года школьного. За несколько минут до старта этого самого нового учебного года у девятой школы поселка Виноградный чувство волнения, радости встреч, надежды на новые события наполняют воздух праздничным предчувствием. Равнодушных просто нет. Всем мы задаем один и тот же вопрос. Какие же чувства пробуждает в наших душах этот праздник? У главы это… Забота. Я вот ехал и думал, ну, знаю, что школа хорошая, знаю, что много делают, и поэтому тем, кто делает, хочется помогать. Я им везу подарок хороший. Но не конкретно школе, а всему поселку. У начальника управления образования это… Волнение прежде всего, волнение и такую радость, подъем, поскольку это праздник, праздник наш общий. Не только детей, а прежде всего взрослых, родителей и наш сын. У юной учительницы биологии, для которой это 1 сентября первый раз рабочие. Для меня это всегда что-то такое очень волнительное, начало чего-то нового, возложение каких-то надежд, как на Новый год все совпадает. И совсем-совсем Новый год, и новая жизнь у первоклассника Костя Александрова. В волнении он сдержанно немногословен. Костя, ты идешь первый раз в первый класс? Угу. С удовольствием? Угу. А что хочешь в школе нового такого в своей жизни? Не знаю. Все будет здесь известно, да? Угу. Ты будешь учиться тут? Угу. Ну, какую науку хочешь больше всего изучать? Ну, писать. А ты не умеешь, что ли? Угу. Ему предстоит всему научиться здесь и дружбе, и наукам, и спортивным достижениям. На школьной линейке именно лучшие спортсмены поднимают флаги России, Кубани и Анапы. И количество спортсменов, добившихся прекрасных спортивных результатов, впечатляет. Наверняка это самая главная фишка этой школы. Поэтому и подарок главы города не только школе, а в целом поселку Виноградный соответствующий. В самые короткие сроки будет отремонтирован сгоревший спортивный зал поселка. Особая честь на школьной линейке перед сверстниками, родителями и учителями получить награду за достижения в спорте из рук главы города. А самое главное, что это первый и важный урок для первоклашек. Не ленись, и все у тебя ученик будет хорошо. Среди учителей высшей категории, набравших первые классы, единственный мужчина. И это тоже замечательная особенность девятой школы. Виктор Владимирович Нагнибеда и в институте был единственным мужчиной на факультете начальных классов. И в школе их физрук, да он. Мужчины-педагоги цены тем, что умеют... Ну, если бы не любил детей, любить, конечно, детей, я бы не задержался бы здесь. Звенит первый звонок. Старт в новый учебный год дан. Пусть он будет успешным и запоминающимся. Старейшая школа Анапы номер один в этом году отмечает 55-летний юбилей. С этого учебного года в одном из первых классов школы детей будут обучать по инновационной методике. С инициативой провести эксперимент выступили сами родители. О новой методике и торжественной линейке в честь Дня знаний в следующем материале. Егор Олешко еще не определился, кем хочет стать. Варианта пока два – космонавт или полицейский. Он понимает, что в обоих случаях путь к профессии начинается со школьной скамьи, поэтому к первому дню в школе готовился основательно. Очень хорошо я готовился. Я учился. Мы ходили по магазинам, покупали одежду. Я готовился очень хорошо. Перед школой первоклассники прошли специальный адаптационный курс. Помимо этого, Ильяна Ушакова, бухгалтер по профессии, примерно по полтора часа в день самостоятельно занималась сыном, арифметикой и чтением. В этом году первая школа отмечает 55-летие при этом, являясь старейшей в городе курорте. В учебном заведении поддерживают инновационные идеи. В этом году по инициативе группы родителей здесь появился отдельный первый класс, где будут преподавать по методике заслуженного учителя России математика Владимира Жохова. С точки зрения физиологии, он начинает в первом классе, он начинает с того, что заставляет работать оба полушария. Оба полушария. У нас, в принципе, все программы, в том числе начальные школы, школа России, 21-й лет, они не рассчитаны на развитие двух полушарий. Я просто приведу такой пример. В конце первого класса первоклассник умножает в уме трехзначное число. Ну, допустим, 187 на 6. Здесь стараются не отставать и в вопросах обеспечения безопасности. Полтора десятка камер, тревожная кнопка, вход на территорию с электронным ключом в три часовых окна. Утром, в обед и вечером. Глава города поручил уделять безопасности особое внимание. В имени по вручению главы нашего города Сергея Павловна Сергеева поздравить вас с новым учебным годом. Хочу вам пожелать, чтобы вы, конечно же, как можно больше проводили своего времени на спортивных площадках. У вас прекрасный спортивный зал, приходились в спортивные секции. Хочу пожелать вам по спортивному трагу, удачного старта, чтобы у вас впереди была хорошая, веселая, замечательная дорога. Символические подарки первоклассникам от тех, кто в этом учебном году покинет стены школы. Им, в свою очередь, пожелали успешно подготовиться к сдаче единого госэкзамена. В городском театре стартовал масштабный всероссийский проект «Место встречи с искусством». Репродукция хрестоматийных картин Александра Дайнеки, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Вильямса и других художников раскрывают тему современности первой половины 20 века. Она постала 17-м городом в России, где можно познакомиться с работами великих мастеров. Аналогов передвижному картинному фонду, подобных этому, в России нет. Этот проект, в который вошли репродукции работ известных художников, организован Министерством культуры России совместно с музеемно-выставочным центром РосИЗО. В создании репродукции совмещены новые компьютерные технологии и кропотливый человеческий труд. Даже наметанным взглядом с первого раза сложно определить, что это копии шедевров. Используются современные методы печати. После печати наносятся акриловые краски. И после этого, собственно говоря, мы передаем... У нас идет полная цветопередача от оригинала, практически полностью сохранен объем, масштаб картин. И, соответственно, ну это техника, да, то есть это современная техника, с помощью которой мы сможем создавать такие вот передвижные фонды. На торжественном открытии выставки царил полный аншлаг. Десятки школьников пришли познакомиться с работами мастеров, чьи иллюстрации изображены в школьных учебниках и входят в обязательную школьную программу. Также выставку посетили и представители администрации города-курорта Анапа. Задача этого проекта – научиться читать вот эти картины, научиться их воспринимать, как люди, действительно, по лицу, по характеру узнавать, о чем эта картина. На экспозиции представлено 27 работ. Сюда вошли такие известные картины, как «Оборона Севастополя», «Александр Невский», «Утренняя зарядка» и многие другие. Картина рассказывает о революциях, войнах, образах жизни людей первой половины 20 века. Экскурсии проводят лучшие студенты Московского педагогического государственного университета, будущие преподаватели изобразительного искусства. По сути, это фотографии тех времен. То есть мы, помимо живописи, мы еще и расскажем об исторических событиях, очень важных событиях. Например, битва за Севастополь, в которой погибло более 150 тысяч человек. Или встреча героического экипажа, когда Чкалов совершил совершенно невозможный подвиг на тот период, пролетев 10 тысяч километров практически на картонной коробке. В проекте смогут также принять практическое участие юные анапчане. Школьники от 10 до 15 лет примут участие в межрегиональном конкурсе рисунков «Моя картина». В рамках нашего проекта, помимо выставки, мы будем проводить мастер-классы. Участники этих мастер-классов заранее подавали заявки, рисунки. По результатам этих мастер-классов будет два победителя из каждой возрастной группы, которые выиграют поездку в Артек. Выставка картин продлится до 21 сентября. Познакомиться с экспозицией можно совершенно бесплатно со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов в здании городского театра. Анапские аграрии могут получить поддержку с федерального бюджета. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что регионам выделят 2,7 миллиарда рублей на программы развития сельского хозяйства. Цитирую. Сегодня распределяются субсидии с федерального бюджета на поддержку экспорта продукции. Мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство, сказал Медведев на заседании правительства. Субсидии будут направлены на возмещение затрат по модернизации тепличных комплексов и других агропромышленных объектов. Сегодня в Анапском районе под выращивание в закрытом грунте занято 128 тысяч квадратных метров земли. В планах управления сельского хозяйства значительно увеличить эти цифры. По данным Единой транспортной дирекции, более 300 тысяч пассажиров воспользовались единым билетом для поездок в Крым и Севастополь в июне-августе 2016 года, что на 15% превышает прошлогодние показатели. Отправка пассажиров по единому билету осуществляется из Анапы и Краснодара до семи городов-курортов Крыма – Керчь, Судак, Феодосия, Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта и в обратном направлении. Перевозки по единому билету завершаются 30 сентября. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». На этом наш выпуск завершен. Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова